Главное правило женщины 21 века. Ведь тема-то очень актуальная. Все меняется, мир меняется, жизнь меняется. Кстати, очень рекомендую вам почитать обсуждаемую книгу «Сапиенс» и продолжение этой книги «Будущее человечества» автор Харари. Я уверена, что это вас очень взбодрит и направит в нужном направлении. Одно из правил, конечно же, избавиться от прокрастинации, потому, что в мир развивающихся быстрых технологий нам нужно очень быстро меняться. И этот вопрос можно решить очень быстро. Внизу есть ссылка, пройдя по которой вы можете совершенно бесплатно скачать мой вебинар по тому, как бороться с прокрастинацией, то есть, привычкой откладывать все дела на потом и потом в состоянии жареный петух отправляться и делать все в последний момент. Скачивайте этот ролик, оставляйте свою электронную почту, куда мы вам можем все это направить и, конечно же, ждите, и это обязательно придет. Какое же главное правило женщины 21 века? Я вам хочу сказать следующее. Я успела пожить и при Советском Союзе, и при перестройке, и в современном мире, в современном обществе. Я заметила, что это целых три разных системы, три разных мировоззрения. И самое главное в будущем, это ваша мобильность, это умение подстраиваться под изменяющиеся условия. Даже в моей профессии за 17 лет практики на данный момент, на тот момент, когда снимается этот ролик, произошло очень много изменений. Ведь то становится модным одно течение в психологии, то другое. Какие-то новые открытия, новые мысли, способы работы с людьми. Потому, что начинала я всегда свои занятия с групповых процессов, с индивидуальных консультаций, годовых. Потом появились онлайн-встречи, бесплатные вебинары, платные вебинары. А потом появилась моя работа в чатах, где я людей консультирую через общение в чате. Там у нас есть какая-то заданная тема, уроки. Если бы мне 17 лет назад, когда я начала работать, сказали о том, что я буду консультировать по скайпу, по видео, ватсап или что я буду вести такие трансляции, клянусь, я бы просто-напросто не поверила, потому, что мне казалось это каким-то неработающим, неэффективным. Психология ведь это очень человечная наука. И что вы думаете? Сейчас я работаю, считаю этот метод очень эффективным, потому, что нет необходимости тратить время на дорогу. Можно, сидя дома, с ребенком продолжать развиваться, менять свою жизнь, менять свое мировоззрение и адаптироваться к изменяющимся условиям. А все это благодаря моей гибкости и мобильности. Я знаю очень много своих коллег, психологов, которые так и не научились вести вебинары, так и не научились снимать ролики на YouTube, так и не научились общаться с людьми через онлайн-пространство. А ведь за этим будущее, на самом деле. И я абсолютно уверена, что именно гибкость, мобильность и способность быстро обучаться, быстро подстраиваться под изменяющиеся условия и нарабатывать новые навыки позволят вам выжить. Ведь сначала я просто училась разговаривать, вести свое общение на три человека, на шесть человек. Потом я выходила на аудиторию, где было 100, 200, 300, 600 человек вживую. Потом мне нужно было учиться взаимодействовать тет-а-тет, вести вебинары. И потом мне нужно было вырабатывать какой-то новый навык, как выступать на телевидении, в ток-шоу, быть экспертом. Ведь это все разные роли и везде нужен свой какой-то конкретный навык. Запомните, нужно обязательно учиться, нужно обязательно развиваться. Ведь давно учеными доказано, что мозг обладает такой способностью, как нейропластичность, нейропластичность мозга, способность обучаться, способность получать новые навыки, способность развиваться. И все становится возможно, потому, что если вы проработали 30 лет чертежником и теперь эта профессия просто-напросто не нужна или страховым агентом, или бухгалтером. И помните, что со временем очень многие профессии просто-напросто отомрут за ненадобностью. И что же делать в современном мире? Все очень просто. Постоянно развиваться, постоянно учиться, постоянно совершенствоваться. Только тогда вы сможете быть успешными, яркими, интересными и той самой женщиной 21 века. И, конечно же, стоит отказаться от консервативности, от каких-то старых устоев. Ведь мир не стоит на месте и очень многое меняется даже в сфере личных отношений. Женщины становятся более раскрепощенными, в том числе и в сексуальном плане. И уже обсуждение со специалистом, со сексологом вопросов, связанных с темой секса, это уже не табу, это уже не стыдно, это нормально, обучаться техникам секса, говорить с мужем о своих потребностях в постели. Все меняется. И мы должны развиваться не только в профессиональной сфере, но и в личных отношениях. Ведь личные отношения тоже сделали большой скачок, большой рывок по сравнению с тем, что было в том же самом Советском Союзе. И я уверена, что вы именно такие. Именно поэтому вас заинтересовал мой канал, где я рассказываю о том, как расти, личностно расти, как совершенствоваться, как достигать вершин, оставаясь при этом женственной, красивой, сексуальной, счастливой. И вам желаю именно этого – радости, счастья и любви. Буду вам признательна за Лайк. Обязательно пишите в комментариях, какие вы считаете главными качествами, главными правилами женщины 21 века. Какие у вас есть идеи? Обязательно нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы вовремя получать уведомления о моих новых роликах и прямых эфирах. Буду рада делиться с вами полезной информацией. И не забудьте скачать ролик по прокрастинации. Будет, как в том анекдоте. Купила книжку для развития памяти и все забываю ее прочитать. Хочу вебинар по прокрастинации и все откладываю на последний момент, когда его можно скачать. Все, это последний момент, когда его можно скачать бесплатно. Внизу есть ссылка. Проходите, регистрируйтесь, оставляйте свою почту, получайте смотрите его и применяйте на практике. Все легко, просто и доступно.